Давайте сразу поясню. Это видео не о том, чего стоит ожидать с возрастом. Ну, я про то, что и так понятно, что не получится тусить всю ночь до утра. Вы будете сидеть. То, о чем я расскажу, это ягоды с другого поля. Вы занимаетесь своим делом и вот вам уже 26! Бум! Это сносит вас как товарняк. Сегодня расскажу о десяти шокирующих вещах, которые происходят, когда мы стареем. Первое, вы относитесь к ребятам в университете как к детям. Забавно то, что вы сами закончили универ всего два года назад. Ваша девушка еще до сих пор, наверное, учится. Еще одна забавная вещь, которая происходит с возрастом, вы начинаете отмечать юбилей. 30, 40, 50, 60 и вы понимаете, что не ощущаете особой разницы. Ну, естественно, когда вам 50, ваше тело уже не такое, как в 20. Но ваш разум все еще на месте. У вас в голове вы стремитесь к вашим мечтам, но люди смотрят на вас уже по-другому. Это ведет нас к следующему пункту, ожидания людей на ваш счет меняются. Когда вам 21 и вы на следующий день появляетесь на работе после вечеринки немного с похмельем, все воспринимают это как нечто забавное. А вот в 31 люди уже не будут находить эту ситуацию с забавной. Давайте рассмотрим физические изменения, которые происходят с возрастом. Поговорим о ваших волосах. Для многих ребят в период с 20 по 30 вы перестанете отращивать волосы здесь. Они начнут расти в свою очередь у вас из ушей, носа, на груди, спине. У меня есть друг, которого мы прозвали оборотень, потому что у него начали расти островки из волос на руках вот тут, когда ему исполнилось 20. Факт есть факт, и многие в период с 20 по 40 лет потеряют свои волосы на голове. И это будет шок, но настоящий шок будет, когда вы осознаете, как быстро это происходит. Серьезно спросите у парней, которые потеряли волосы. Они скажут, что потеряли их всего за пару месяцев. Еще одна шокирующая вещь, которая будет происходить с возрастом, вы уже не будете выделять столько же слюны. У вас пересыхает во рту, а сухой рот ведет к росту бактерий и плохому запаху изо рта. Эта проблема не волновала нас, пока мы были молодыми. У нас все было в порядке. Зато с возрастом это ведет к определенным проблемам. Сначала сохнет во рту, потом начинают болеть десны, и затем мы должны ходить к стоматологу каждые три месяца. Заботьтесь о ваших зубах. Следующее, что происходит с возрастом, и мне кажется это очень крутая вещь, вы перестаете обращать внимание на то, что другие люди могут подумать о вас. Вы уже прожили определенный кусочек жизни, уже набрались своего опыта. Для некоторых это занимает чуть больше времени, чтобы найти себя. У вас появляется уверенность, и вы понимаете, другим людям абсолютно все равно на меня. Вы начинаете фокусироваться на том, чего вы хотите от этой жизни. Итак, рука об руку с предыдущим пунктом идет следующее. Мы становимся более странными с возрастом, потому что мы перестаем париться о том, что подумают другие. Скажем, у вас очень своеобразный смех, и вы всегда подавляли его, то знаете что? Вы позволите ему быть. Может быть у вас есть особенность говорить людям правду прямо в лоб, и это создает неловкий момент, то с возрастом вы будете делать это еще чаще. Вы поймете, что в этом есть своя прелесть. Быть тем, кто ты есть. Конечно, есть социальный этикет, и вещи, с которыми следует считаться, но также есть другая ваша сторона, которая гораздо веселее и естественнее для вас. Говоря о веселье, давайте поговорим о счастье. Интересный факт, когда человеку 5, 6, 7 лет, они находятся на пике счастья, и этот уровень стремительно падает вниз к их подростковому возрасту. Он продолжает падать и в 20, и в 30, и в 40, 50. Но в один момент все зависит, конечно, от человека и его характера. Этот уровень доходит до дна, и затем разворачивается и идет вверх. Снова повторюсь, потому что мы перестаем обращать внимание на мнение других, и вы начинаете жить свою жизнь для себя. Единственное, что я могу порекомендовать, так это прийти к этому моменту как можно быстрее. Все мы проходим через этот период. Ну, вы знаете, когда у тебя кризис в молодости. Но, к сожалению, для кого-то из нас они длятся гораздо дольше. Еще одна вещь, которая приходит с возрастом, ваш вкус меняется. Особенно восприятие некоторой еды. Вы можете перестать любить то, что нравилось вам, когда вы были молоды, и заметите, что вас теперь тянет на другое. Лично я, когда был подростком, обожал сладкое. Сейчас я особо не даю по-сладкому, а вот что мне нравится, это отбивная с острым соусом. Мне нравятся специи и различные текстуры. Я ищу хрустящую корочку и многое другое, когда выбираю, что поесть. Это случается, и это шокирующая часть. Наши вкусовые рецепторы тускнеют. Поэтому мы начинаем искать те вкусы, которые подойдут для нашей новой палитры. У некоторых из нас уже есть свои жизненные ценности. Вы могли их перенять от родителей или из вашего религиозного воспитания. Так вот, с возрастом в какой-то момент они могут пойти против вас, потому что вы придете к мысли, что с некоторыми моментами в жизни вы не можете пойти на компромисс. Так что те вещи, с которыми вы соглашались, с возрастом вы можете уже не допустить такого и стоять на своем. Потому что мы понимаем, что есть гораздо более ценные и важные вещи, чем деньги, слава и все то, что привлекало нас, когда мы были моложе. Итак, мы говорили о том, что происходит с телом, когда мы взрослеем. Но наш мозг тоже взрослеет с опытом, который мы получаем в жизни. Когда мы выпускаемся из университета. Когда мы преодолеваем жизненные трудности. Когда мы теряем близких. Когда заводим семью и учимся любить кого-то больше, чем себя самих. Мы развиваем эмпатию, мы начинаем понимать других людей лучше. Мы испытываем боль в сердце. Это эмпатия, которое в нас появляется, делает нас более лучшим слушателем. И помогает проще налаживать контакт с другими людьми. Потому что вы понимаете, что мы все проходим через это непростое путешествие, которое называется жизнь. Следующий пункт восхитителен. С возрастом мы учимся справляться лучше со стрессом. Потому что мы уже это проходили. Те проблемы, которые нас волновали, когда нам было по 20, в 30 уже вообще не кажутся проблемами. Когда вам уже 40 или 50, и вы вспоминаете проблемы, которые были в 30, вы понимаете, что они не имели значения. Следующий шокирующий бонус от взросления. Вы не подвержены тому, чтобы заболеть. Серьезно, взгляните на статистику, вы сами убедитесь. Вы постоянно ловили какой-то грипп в 20, а ближе к 30 все эти болячки начинают обходить вас. Ведь у вас развивается иммунная система. Но обратная сторона, когда вы уже взрослый, и вы все-таки заболели, то лечиться гораздо сложнее. С возрастом вы наконец-то становитесь ранней пташкой. На это есть две причины. Вы высыпаетесь быстрее. И второе, ваш график меняется, и вы ложитесь спать раньше. Бац, и вы встаете в 4 утра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...